Одним из главных итогов поездки президента Кыргызстана в Турцию стало подписание договора о социальном обеспечении между двумя странами. Теперь кыргызстанцы смогут получать там пенсию за время работы в Турции. Такое же правило будет действовать и для турецких граждан, работающих в Кыргызстане. Естественно, при условии, что все они будут производить в стране пребывания страховые отчисления и работать легально. При вступлении в силу договора граждане Турецкой республики, трудящиеся в нашей республике, будут уплачивать страховый взнос наравне с нашими гражданами. Соответственно, приобретят права на страховую и накопительную пенсию наравне с местными гражданами. Турецкая республика тарифы страховых взносов составляет 37,5%, из которого финансируются пенсии, медицинское страхование и социальное страхование. В нашей республике тарифы страховых взносов составляют 27,25%, средняя пенсия в нашей республике сегодня составляет 80 долларов, средняя пенсия в Турецкой республике составляет 350 долларов. В Кыргызстане озвучил цифрой председатель соцфонда около 5,5 тысяч граждан Турции. А вот сколько крыгызстанцев проживает на данный момент в Турции, точно не может сказать никто. По официальной статистике, наших соотечественников там не так уж и много. В департаменте по миграции Турецкой республики зарегистрировано более 19 тысяч крыгызстанцев. Многие выезжают туда по туристической визе. Рабочую визу брать не спешат. Ее, по официальным данным, в 2017 году получили примерно 3 тысячи человек. Ежегодно в трудовую миграцию в Турецкую республику выезжает более 35 тысяч. От 30 до 35 тысяч наших граждан. Дело в том, что большинство из них выезжает в неорганизованном порядке, через знакомых, через родственников. Есть другая половина, которая выезжает посредством частных агентств занятости. Их, честно говоря, достигает до 2,5 тысяч человек в год. Большинство из них задействовано в сфере услуг. Это гостиничный бизнес, анимации и туристический бизнес в целом. Данным соглашением руководство двух стран планирует сократить неформальную занятость и незаконную миграцию, сообщил сегодня на пресс-конференции глава соцфонда. Надеется и стимулировать выход из тени денежных средств, идущих на выплату жалований. Договор будет способствовать свободе передвижения и легализации положения трудящихся двух стран. Договором предусматривается, что выплаты по трудовому увечию и профессиональным заболеваниям, пособия по беременности, родам и временной нетрозапособности будут оштабляться в соответствии с законодательством той договорящейся стороны. Размеры пенсии могут быть уменьшены на затраты по доставке на основании фактов местожительства, лица на территории другой стороны. Регулируем не только вопросов назначения выплаты пенсии, но и выплаты по трудовому увечию и профессиональным заболеваниям, пособия по беременности, родам и временной нетрудоспособности. Кстати, условия подписанного договора распространяются не на всех. Под действие соглашения не подпадают сотрудники силовых структур. Анастасия Соболева, Асхат Ибраимов, НТС.